В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Здравствуйте. Конституционный суд сегодня рассматривает обращение главы государства о распуске парламента. Если суди решат, что основания для этого есть, после истечения срока действия чрезвычайного положения, законодательный орган будет распущен. Президент Майя Санду лично прибыла на заседание КС, чтобы представить аргументы и обосновать свою точку зрения. Майя Санду заявила, что решила лично предстать перед судьями КС, так как тема заседания имеет важное значение. Президент отметила, что трехмесячный срок для утверждения правительства истек, поэтому необходимо распустить законодательный орган. В свою очередь депутаты подчеркивают, что парламент функционирует и существует сформированное большинство, которое выдвинуло своего кандидата на должность премьер-министра. Законодатели также потребовали отвода судей Николая Рожка на том основании, что тот ранее был адвокатом Майя Санду и коллегой по партии. Однако запрос был отклонен, поскольку истек срок подачи заявления об отводе. Тем временем перед зданием КС собрались десятки людей с флагами в ожидании решения суда, которое может привести к досрочным парламентским выборам. Эпопея с распуском парламента началась 23 декабря, когда за день до инаугурации Майя Санду премьер-министр Ион Кику объявил о своей отставке. Глава государства более месяца колебалась с выдвижением кандидатуры на пост головы Кабмина, учитывая отсутствие формального большинства в парламенте. Но в конце января Санду предложила в премьеры Наталью Гаврилицу. Однако сама претендентка обратилась к парламенту с просьбой не голосовать за нее и предложенный ею состав правительства. Парламентарии отреагировали соответственно. Ноль голосов. Мадам-кандидат, поздравляем. То, о чем вы просили, мы выполнили. В тот момент, когда Гаврилица представляла свою программу, ПСРМ при поддержке парламентского большинства выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Мариану Дурлиштяну. Однако Майя Санду проигнорировала это предложение и во второй раз назначила свою бывшую коллегу по партии претендентом на кресло главы Кабмина. Решение было обжаловано в КС, который признал это действие неконституционным. Позже, в ходе нового раунда консультации президента с парламентскими фракциями, Мариана Дурлиштяну заявила в социальной сети, что снимают свою кандидатуру. После этого президент решает предложить на должность премьера временно исполняющего обязанности председателя ПДС Игоря Гроссу, которому также не удается добраться до кресла главы правительства, поскольку в день голосования на заседании парламента отсутствует кворум. 43 депутата. К сожалению, кворума нет. После второй неудачной попытки сформировать правительство президент обратилась в КС с запросом о рассмотрении обстоятельств распуска парламента, несмотря на то, что в законодательном органе было сформировано большинство, которое предложило нового кандидата, посла Молдовы в России Владимира Головатюка. ПСРМ и платформа за Молдову обратились в Конституционный суд, но безуспешно. А председатель парламента Зинаида Гречаной направила письмо в Совет Европы, представители которого ответили, что распуск законодательного органа является крайней мерой и призвали все стороны к обсуждению проблемы, чтобы преодолеть политический кризис. Не дня без нарушений в апелляционной палате Кагула по делу Илона Шора. По крайней мере, так говорят адвокаты политика, неоднократно просившие на сегодняшнем заседании отвод всей коллегии судей. Однако запрос был отклонен. По словам стороны защиты, судьи продолжат нарушать постановление комиссии по чрезвычайным ситуациям. Защитники Илона Шора потребовали отвода судей на том основании, что они нарушают эпидемиологические меры, введенные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. В частности, адвокаты утверждают, что продолжительность заседания не должна превышать одного часа. Более того, адвокат Аурелио Каленко заявляет, что судья Виталий Мавилла вел себя ненадлежащим образом и оскорбил защитников. В апелляционной палате Кагула обвинения не комментируют. Мы не можем комментировать заявление защиты, так как это оценка адвокатов. В итоге суд отклонил ходатайство защитников. В уголовном деле по обвинению Шора Илона ходатайство адвоката Балан Юлиана об отводе судей апелляционной палаты Кагула Мавилла Виталия Бердилы Тудора и Двуреченского Евгения отклонено как необоснованное. В то же время Аурелио Каленко подал запрос с просьбой о возобновлении судебного разбирательства в связи со сменой судьи докладчика Тудора Бердилы. Но он тоже был отклонен. Напомним, на заседании 13 апреля адвокаты Илона Шора потребовали вмешательства полиции, поскольку в апелляционной палате Кагула нарушили противоэпидемиологические правила, введенные в связи с COVID-19. Кроме того, суд не смог объяснить причину отказа об отводе одного из судей, а также предоставить лист распределения дела, несмотря на многочисленные запросы адвокатов. По словам Аурелио Каленко, это доказывает, что процедура распределения была нарушена. Он объявил о намерении обратиться в Высший совет магистратуры и Генеральную прокуратуру. На том же слушании суд отклонил и ходатайство об отмене исключения неконституционности ряда статей Уголовно-процессуального кодекса, что, по мнению защиты, было беспрецедентным правонарушением. Страны Европейского Союза приняли общее решение о введении специальных сертификатов для путешествий, чтобы возобновить туризм этим летом. Решение, согласованное на уровне послов, будет подробно обсуждаться в следующем месяце с европейскими депутатами, сообщает Международное агентство новостей Рейтер. С понедельника Бельгия вновь открывает свои границы, а Мальта предлагает финансовую помощь на аренду жилья туристам, которые собираются посетить страну этим летом. Сертификат позволит вакцинированным гражданам, а также тем, кто переболел коронавирусной инфекцией и тем, у кого отрицательный тест на COVID-19, без преград путешествовать по государствам Европейского Союза, где туристическая индустрия сведена к нулю из-за введенных ограничений. Требования должны соблюдать все 27 стран ЕС, а также входящие в Шенгенскую зону, Исландия, Норвегия и Швейцария. Эти страны обязаны признать вакцины, одобренные ЕС, а некоторые могут даже выдавать сертификаты об иммунизации вакцины российского производства «Спутник» или «Синовак» из Китая, разрешенные только на их территории. ЕС еще предстоит решить, принимать ли сертификаты, в которых указано название прививки, не одобрены сообществом. Тем временем Бельгия с понедельника вновь открывает свои границы после того, как с конца января был введен запрет на пересечение границы для туризма или любой другой несрочной цели. Однако после возвращения из красной зоны обязательным остается соблюдение карантина. Мальта надеется привлечь туристов этим летом, финансово покрывая им часть стоимости проживания. Управление по туризму будет платить от 50 до 100 евро на человека в зависимости от отеля. А туристы, отправляющиеся на остров Гоза, известный своими пляжами, получат дополнительную 10-процентную скидку при бронировании. Все это предпринимается с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией, которая серьезно повлияла на туристическую отрасль государства. Инициатива партии «Действия и солидарность» по снижению НДС для сектора Харека является дешевым популизмом и противоречит предыдущему решению парламентариев от этого политформирования. Об этом заявил депутат от партии «Шор» Вадим Фатеску, уточнив, что фракция, к которой он принадлежит, ранее зарегистрировала аналогичный проект, который, однако, не получил поддержки со стороны ПДС. По словам Фатеску, инициатива, зарегистрированная депутатом МедПДС Даном Перчуном и Радумарианом, не может быть реализована в отсутствии рабочего правительства, поскольку для принятия такого закона необходимо заключение Кабмина. Он также считает, что забота о предпринимателях со стороны двух представителей партии «Действия и солидарность» подобна издевательству. Господа Испас, будучи в правительстве, сами подняли НДС до 20%. Во-вторых, при снижении голосования за снижение НДС до нынешних 12%, господа Испас были против и не голосовали за это. В-третьих, моя инициатива, зарегистрированная еще два месяца назад, в парламенте, в комиссиях не поддерживалась представителями ПАС. Депутат напомнил, что партия «Шор» и «Платформа за Молдову» всегда поддерживали бизнес-среду и в феврале выдвинули ряд предложений по поддержке сектора Хорика, в том числе снижение НДС с 12% до 6%. Вадим Фадеско добавил, что депутаты от партии «Шор» и «Платформа за Молдову» намерены обратиться в комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы именно она, согласно своим полномочиям, приняла решение о снижении НДС и смягчила ограничения для кафе и ресторанов на период ЧАЭС. Пресс-секретарь ПДС Аурика Жордан, с которой мы связались, заявила, что не комментирует заявление депутатов о Теску. Десять человек были задержаны, а пятеро помещены под предварительный арест. Все они подозреваются в том, что участвовали в преступных схемах, связанных с распространением наркотических средств в больших количествах. В результате обысков, проведенных правоохранительными органами в домах, подозреваемых в Аргеевском и Криулянском районах, а также в муниципе Кишинев, были изъяты наркотики и внушительные суммы денег. Незаконные действия группировки документировались примерно 4 месяца. В результате проведенных обысков полицейские обнаружили и изъяли 2 килограмма марихуаны и 3 килограмма наркотиков типа гидропоника. Также было изъято большое количество холодного оружия, десятки тысяч евро, долларов и более миллиона леев. Стоимость изъятых наркотических веществ оценивается примерно в полмиллиона леев. Также были найдены электронные весы, самодельные приспособления для употребления наркотиков, гашиш и холодное оружие. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы. Страшную находку, фрагменты костей, похожих на человеческие, обнаружила в своем саду при проведении сельхозработ жительница села Секирены Ханчерского района. В среду женщина позвонила в полицию и сообщила, что копая огород, нашла скелет. Информацию подтвердили в ханчерском инспекторате полиции. Пол, возраст и причину смерти пока установить не удалось. Кости были доставлены на экспертизу в Центр судебной медицины для установления их происхождения. Дело расследуют правоохранители. Пока не ясно, как долго будет проводиться экспертиза. Также неизвестно, идет ли речь об археологической находке или это останки пропавшего ранее человека. И еще одна находка. В пятиэтажном жилом доме в Гладянах обнаружили боеприпас, напоминающий противотанковую мину времен Второй мировой войны. Объект нашли представители коммунальных служб, которые проводили ремонтные работы. Об этом сразу же сообщили в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские в целях безопасности эвакуировали жильцов. Тем временем специалисты службы Бомтех обследовали и изъяли взрывоопасный объект для последующей утилизации. Боеприпас, в котором, по оценке экспертов, могло содержаться от 8 до 12 килограммов тротила, был эвакуирован на полигон города Гладяны и уничтожен управляемым взрывом. Гражданам настоятельно рекомендуется при обнаружении подозрительных предметов или неразорвавшихся боеприпасов срочно звонить в службу экстренной помощи 112. На этом все к этому часу. В студии была Ирина Варсан. Не пропустите вечерний выпуск программы «Время новостей» на телеканале ТВ6 в 21.00 и в 10 вечера на Археи ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова